Как Вы считаете, на что надо делать упор, чтобы выборы в Российской Госдуме в 2021 году стали более чистыми? Можно выбрать один из вариантов ответа. 6% затруднились с ответом, 10% ответили, что надо, извините, следующее законодательство, 33% заявили о том, что необходимо сделать упор на неотвратимость наказания за пассификацию и слух от другими административными ресурсами, и 52%, более половины, заявили о том, что необходимо сделать упор на пассификацию силы рождественного общества, противодействие к пассификации, без уступения административными ресурсами. И вот как раз, мне кажется, действительно отражает наш общий расстрой, что мы находимся сейчас в том моменте, когда обсуждать самое время, те поступки, те шаги, которые может, наверное, должно предпринимать общество, для того, чтобы группа стоит более честными, справедливыми, свободными. Участники сегодня будут как раз говорить об этом. У нас эту дискуссию будет модерировать журналист, специальный переспондент издательный, интрибьютор Московского центра Камбурга Андрей Берцев. И я думаю, что Андрей представит всех участников, когда начнет дискуссию. Редактор журнала «Докса», 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 «Владимир Воронцов», «Владимир Тигром канала», «Онбуземент полиции», «Алексей Куприянов», «Ноценка школы и экономики в Санкт-Петербурге». И к нам в том, что мы решили найти Дмитрий Муратов, который уже главный директор «Новый газет». Для коллеги предлагаю начать дискуссию. Наверное, разговор о выборах может быть в контексте будущего очень один из самых важных, потому что общество, пока у нас выражает себя через протесты, какие-то массовые акции. Получается так, что за последние 10 лет самая массовая акция связана с дымаром, и это был такой процесс. Ну, может, там, на втором есть технология, но, во-первых, это было нечестное выведение итогов выбора, а это была одна стадия общения. То есть, хотелось бы ответить в этот год, увидев, что люди уже перешли к нему в другую стадию, да, они хотят, чтобы система власти регистрировала кандидата, то есть готовы отстаивать свои избирательные права до дня голосования. Ну, потому что в Москве это, наверное, было поразительно. Людей ведь раньше не особо интересовали выбором. А, вот председатель. Да, то есть всегда была низкая явка, все такое. И тут, знаете, такое количество людей, которые говорят о регистрации. К выборам Госдумы, конечно, этот разговор будет намного актуальнее, и конкуренция больше за эти места, и вообще федеральная компания всегда вызывает больше интереса, чем какая-то региональная, противоречная. И выбором-то пора готовиться, конечно, уже на 7-й час. Что делать, да? Как отстаивать свои права, как противостоять адресурсу, может быть, где искать своих кандидатов, как их поддерживать? Наверное, первый вопрос, который стоит обсудить, это с Владимиром, да, с канала «Амбатсмен полиции», потому что, по сути, да, триггером московских протестов стала как раз нерегистрация кандидатов, и почему их не регистрировали, потому что, да, признавались недействительные подписи, занимались проверкой почерковеда из МЗД, да, сверяли эту подпись в базу МЗД, поэтому полиция в процессе регистрации кандидатов принимает непосредственно участие. Получается так. Вот, Владимир, расскажите, вам обращались, например, какие-то люди, связанные, да, с экспертизой полицейской, возможно, рассказывали, как это происходит, да, есть ли давление, вообще, вот, с чем связаны вот такие, ну, не знаю, перепутки, да, Крючка, Дарья Демуровича, как еще был в Новосибирске, 4 года назад. Ну, к сожалению, прям рассказать, что пришел бы какой-то эксперт криминалистов, и, по-другому, я его принуждаю в том, чтобы дать советам уложенное заключение. Я не могу ничего подобного рассказать. Но для меня вообще вызывают опасения и непонятки, почему на сегодняшний день система, которая должна делать независимый эксперт язык, это касается и уголовных дел, и экспертных процессов. у них находится в начале четкой сотрудникам и министерством, который уже сам говорил, может, премьер-эксперт независимого лица, не поставлено зависимость от поли, начальника, но при этом заинтересованное лицо в исходе уголовного дела платит зарплату этому эксперту. Естественно, какие-то, возможно, давления, но имея в виду, если вообще обращаться к отношению вообще социальных сотрудников милиции, полиции, то что милиция тех времен, там, до 2011 года, что полиция сегодня, это настолько аполитичные люди, вообще неинтересно, в принципе, что происходит. Они завалены огромным количеством бессмысленной работы, заполнения каких-то справок, отчетов, и любой какой-то политический процесс, это просто какое-то массовое мероприятие, их отношение к людям, что их, они не понимают, что их выводят на работу не их начальник, незаконный состав перерабатывается, а они винят во всем этих людей, которые вышли, и у которых действительно серьезная проблема, о которой они хотят заявить в обществе, в государстве. Полицейские винят в этом людей, к сожалению. Мы в своем проекте пытаемся не доносить, что ребята цель немножко никуда поставили свою, но это все очень тяжело. Если вспомнить вообще, как мы дежурили даже на улице, то есть вы как бы задали вопрос про инспектов-криминалистов, а есть ли еще присутствие полицейских на избирательных участках, понимаете, я вот из 2004 года, 2017 года служил в органах внутренних дел, и на все вот эти мероприятия, неважно, каком уровне вывода, сидит медицинский, полицейский, в восемь вечера, в воскресенье закрываются на дверяльном участке, все граждане уходят, убирают, и работники, там, КИК, берут из урны, уходят с ними за дверь, и говорят, а вы полицейские здесь, там, сидите, не надо было сказать, что они с ними делают, и вы не знали, и никого это не интересовало, потому что, ну, полицейские в это не лезут, это не их работа, как бы, вот, он, вроде, там, член УИК, там, КИК, и имеет право, там, с ними закрываться, но вопрос, зачем вы закрываете, вы будете, значит, вам есть что-то скрывать, поэтому, естественно, это вызывает подозрения, опасения, потому что вы были нечестны, и имеем то, что имеем. Ну, а вот, например, да, в Петербурге были такие достаточно грязные муниципальные выборы в этом году, и был, ну, достаточно такой нашумевший сюжет, что там ударили наблюдателя, то есть там были карусели, да, и участник в карусели ударил наблюдателя, и одним из вот скандалов-то, да, скандальных аспектов этого было, что полицейские не вмешались, да, то есть, почему-то, как бы, вот это считалось нормально, да, что наблюдатель какой-то, да, там, враг народа, да, враг системы, вот, есть такое отношение в сети полицейских наблюдателей? Я бы сказал, ну, вот, опять же, глубокому сожалению у полицейских, у многих, не могу сказать, что у всех, потому что большое количество достойных, и многих, отношение к людям гражданским, которые как-то заставляют их работать, на них какую-то работу пытаются повесить, оно к ним априори негативное. И неважно, наблюдатель, и любой, любой другой потерпевший по общоуголовному, по делу общоуголовной направленности, не связанной с политикой, это просто, ну, какой-то внешний разторожитель, который не дает ему спокойно, там, сидеть в телефоне, говорятся в планшете. Поэтому, ну, полицейские люди, они аполитичны, им без разницы, там, Единая Россия, там, Барнас, им все равно, вот, мы в своем проекте, как раз-таки, вот, как эту ситуацию поменять, да, вот, мы присылали договорительные вопросы к этому форуму, как эту ситуацию поменять, нужно их все равно политизировать, потому что есть очень хорошая поговорка, если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. И нужно им показывать, нужно с ними разговаривать, и не то, что прям нужно их всех полюбить, потому что, что там очень много людей с крайней, с крайней формой мышления, которые делят мир на черное-белое, что среди реакционеров очень много людей, которые, там, Навалин, например, эту мою, там, запись или проснет, огромное количество комментариев, там, мусора, так им и надо, то есть, как бы, это крайняя, крайняя форма мышления. Я противник этого, я считаю, что все ситуации частные, нужно, в любом случае, выстраивать диалог, наводить мосты между людьми, какие-то они, там, группы не представляли. И нужно с ними разговаривать и показывать им, по крайней мере, мы это делаем в основном проекте, что, ребята, вот, в 2011 году мы перешли из милиции в полицию, приняли закон. Закон, зарплата полицейского должна индексироваться ежегодно с учетом инфляции. Инфляция у нас, ну, 5-6%, да, самый такой минимальный подсчет. И вот с 2011 года, каждый ноябрь, каждый ноябрь, каждого года Госдума, представленная в Большинском партии Единой России, принимает законопроект, который замораживает действия этого закона об индексации ровно на один год. То есть, каждый год Единая Россия голосует, не надо повышать зарплату полицейским. Но полицейские этого не знают, потому что они, во-первых, у них нет времени вообще там читать что-то, как-то интересоваться политическими процессами, потому что они живут практически на работе. В ужасном просто количестве нарушаются их трудовые права на опыт и на все такое прочее. То есть, просто нет времени изучать, что-то читать. Мы с вами проектом, вам в момент полезен, мы это до них доносим и говорим, кто вам не платит зарплату много лет в партии Единая Россия. В первый раз они проиндексировали зарплату в конце 2017 года, то есть, начиная с 2018, перед выбором президента. Естественно, здесь, понимаешь, это такая косточка, что вот вам хотя бы хоть что-то на 4% проиндексировали. То есть, цены растут каждый год, повыслены на 4%. Второй раз, то есть, за все это время, всего лишь два раза. Второй раз, вот сейчас, в октябре, уже на 6, на 22-го. И когда они будут понимать, кто виноват в их проблемах, когда уже к ним подойдет какой-то там начальник и скажет, вдруг, давайте заключение дай ей от отписи там Ливандосовской, там, Пуфтани, пожалуйста, он уже подумает, стоит ли ему этого делать или нет. Ну, получается, просто это, допустим, криминалист, но человек делает это по инерции, например, да? Или человек, ну, полицейский, который дежурит на участке, просто по инерции, как бы своей работы, да, не обращает внимания нарушение, ну, не хочет. Вот как-то нельзя прям привести какую-то вот единую причину, это нужно вот вывести каждого инцидента из конкретного вот этого частного случая, вывести сюда и спросить, почему ты так сделал, он расскажет. Мы можем только предполагать, почему так происходит. Вот такие прям, ну, предположения, да, то есть, человек, который там работал, с ними общается и может примерно представлять, как они мыслят, чем руководствуются. Ну, это вот аполитичность, да, тот факт, что они дорожат своим местом, что вот это их внутренняя микромиры, их все устраивает, и вот слово начальника – это закон. Мы сторонники того, что нужно максимально усиливать роль профсоюзов и защищать полицейских в плане их трудовых прав. Ему будет гораздо легче отказаться от выполнения незаконного приказа начальника, от которого он должен отказываться в силу закона, если он будет понимать пределы своих прав, обязанностей, если он будет знать, что он будет защищен в случае чего. Но у нас, понимаете, вот я три года занимаюсь судебно-исковой работой по защите прав в полицейских судах, и вот судям, вот им по большому счету без разницы, кого мочить. Это какой-то оппозиционер, который вышел на митинг, и его там по 22, да, крепят, а он там, допустим, вообще-то журналист, например, вот меня очень сильно возмутил кейс Дмитрия Демушкина. Это журналист издания White News, у него было удостоверение журналистов, у него было редакционное задание, его посадили автозак вместе со всеми. Он начинает снимать на видео, к нему подходит полицейский и говорит, отдайте мне, пожалуйста, ваше удостоверение и редакционное задание. Он через решетку ему передает, все это на видео есть, полицейский забирает, и Дмитрий Демушкин признает виновным по 20.2, потому что он не журналист, а он, значит, выходил там что-то скандиновал. Он подает апелляцию в Мосгорсуд, и здесь даже для меня был шоком, пришел полицейский, который его задерживал, и говорит, как свидетель, Дмитрий Демушкин ничего противоправного не совершал, я просто простой сержант ко мне подошел в сотрудник ЦП и сказал, задержи его и посади его в автозак. Ничего противоправного он не делал. Судья говорит, окей, мы исключаем твои показания из первоначального протокола, и Дмитрию Демушкину даем штраф 200 тысяч рублей за 20.2. То есть этой государственной машине правосудия ей безразницы кого мочи. Оппозиционеры, которые вышли на митинг, или полицейского, который даже не то, что он там уволен, и он там пытается доказать, что у него закона просто, что он там социал-плассуживает, что-то еще, какие-то компенсации, выплаты, какие-то страховые потравки, по инвалидности, вот судим им безразницы. Либо ты часть системы, и все хорошо, либо ты видит, который из этой системы выпал, оппонент, и все. У нас нет честных судов, к сожалению. Может, тогда, да, если речь там о профсоюзах, о защите прав, логично было бы выдвижение, допустим, кандидатов от этих профсоюзов. В принципе, да, на Западе, в Европе, это обычная вещь, да, то есть представители профсоюзов, да, каких-то подбираются в органы власти разных. На Западе я общался с очень интересным человеком, это наш русскоязычный соц. гражданин из Самары, Михаил Лапинусова, он его зовут, он в 90-е уехал жить в Америку, и пошел служить в полицию США в Калифорнии. И он рассказывает, что профсоюз полиции США – это выбранная полицейская должность, и председатель профсоюза получает закон от государства. Само государство заинтересовано в том, чтобы профсоюз был, и он, ну, выгрубился за трудовые права КОПУ. У нас в законе о профсоюзах написано «Запрещается отказ на регистрации профсоюза». Мы направляем письмо про Грисъезд, направляем письмо на минуту, что вот у нас все это есть, документы прикладываем, мне приходит ответ в Министерство юстиции, вам отказано в регистрации профсоюза. Если профсоюз организовать сложно, то, например, выдвинуться ведь на местных выборах полицейские могут, вот вы знали о таких случаях? ЗАГСы, муниципалитеты, потому что, ну, часто, особенно в регионах, все-таки полицейских каких-то, рядовых, да, там, либо следователи, в принципе, ну, уважают, да, люди, поэтому спрос на такого кандидата, возможно, есть. Я таких случаях не знаю, я боюсь, что все еще доубрики не узнают, потому что, вот, опять же, к сожалению, уровень правовой грамотности и полицейских, и их начальников, он, вот, напоминает человеку в капюшоне. Вот он надел капюшон, он идет вперед, и у него есть только вот пространство перед собой, что существует там, по краю, он просто не знает, а порой еще и это человек в наушниках, а рядом электричка едет. То есть, вот, приведу простую аналогию. На полицейских устава возложен запрет на публичные высказывания, осуждения и оценки о деятельности государственных органов. То есть, он не имеет права критиковать власть. В решательском году Конституционный суд дал разъяснение этой норме, и он сказал, что каждое высказывание полицейского стоит оценивать с точки зрения лояльности. Если ты говоришь, мой начальник самый лучший, то у тебя за это ничего не будет. Если ты говоришь, там, вот, есть какие-то проблемы, начальник там-то не доглядел, это основание тебя вообще уволить из органов внутренних дел. Все. Он не может только критиковать возорганы и начальства. Давать какие-либо иные интервью, он имеет спокойное право, ничем не ограничено, он может просто рассказывать о тех событиях очевидцам, которых он был, не выражая к этому никакого отношения. Так вот, когда возникает какая-то ситуация, мы, например, то резонансово создаем полу полиции, и человеку звонят журналисты, просто как-то расскажи, что было, не выражая к этому своего отношения. Тут же подбегают все начальники, к этому полицейскому, он дают какую-то расписку, что он ознакомлен с тем, что ему запрещено давать интервью. Вообще, то есть, они его незаконно ограничивают в правиле что-то рассказать, что он видел. Так если вот даже по таким, ну, лайтовым моментам, да, который даже можно и политическим, то не является просто, я шел, упал с крыши кирпича и убил человека. Он даже это не может рассказать журналистам, от него это требует начальство, не дает, он запрещает. Так если в таких лайтовых моментах они присутствуют своих подчиненных, то что мы можем говорить о каких-то серьезных политических моментах, что он влетнет, кто-то будет избираться. И вот тут же уволится что-то другое. У нас настолько, эта система, она вот зашоренная, она консервативная, ты даже подаешь в суд, что тебе не платят какие-то там ночные выплаты, какие-то переработки. И пока ты будешь 2-3-4 месяца судиться с работодателем, тебя уволят за что-то другое. А мы разве не по теме заявляем в дискуссии? Я лишь отвечаю на вопрос модератора. Понятно, да. Но это странно. Мы ведь говорим о выборах. Или что вы выходите? Про 2021 год? А вы почитайте тему, я прошу прощения. Здесь ведь о том, что общество может сделать для того, чтобы выборы прошли в условиях без злоупотребления над ресурсом, честно и правильно, а не о прогнозах. Это, наверное, вы на какой-то другой дискуссии хотели пойти, правильно? Если можно, вот на ваш вопрос, чтобы тоже удовлетворить, уважаемые зрители, что можно сделать? Я резюмирую. Ну, чтобы исключить эти факты фальсификации и немножко заинтересовать полицейских вот этими выборными процессами. Нужно с ними разговаривать, нужно доносить эту информацию до них. Мое такое личное мнение, что не нужно с ними конфликтовать, потому что, когда в их адрес летят какие-то оскорбления, там, мусора, ну, а что вы ждете взамен? Да, естественно, здесь уже наступает вот и личный момент, уже это пересходит в плоскость не противодействия полицейских гражданин, а это уже межличностные какие-то отношения. Поэтому нужно, скажем так, брать вот эти негативные моменты, которые есть в действующем строе, да, они, безусловно, есть, коррупция, хищение, да, и показывать, ну, а кто, извините, господа полицейские, вам не повышает зарплату? Почему там этот тот там живет за границей, да, это же тоже очень такое важное клеймо иностранный агент. Как только ты начинаешь какие-то критиковать в чем-то власти, или тут же клеймо на тебя вешают иностранный агент, все, ты отрабатываешь уже ебанки, но при этом у них у всех там дети учатся за границей, у них у всех там не слишком и самый вообще выбьющий факт, что начальник главного управления противодействия экстремизма, то есть главный борец с иностранными агентами Тимур Самерович Валевуин, генерал-майор, не закитлорировал свою квартиру в Болгарии, о чем заявила его жена, и после этого его уволили по утрате доверия. То есть нужно вот эту информацию до них доносить и показывать вот этот просто лозунг, да, полиция снародная, он как бы какими-то вот провластными пропагандистскими силами он навязывается в таком ключе, что якобы вы призываете их к какому-то насильственному свержению конституционного строя. Вот нужно максимально от этого дистанцироваться, чтобы не стать объектом пристального внимания ФСБ, и показывать, что полиция снародная в чем, что у нас с вами единое мнение, у нас с вами единые проблемы, и нужно решать их сообщение. Спасибо. Коллеги, ну, я думаю, что очень хорошо, что вопросы звучат о том, почему мы обсуждаем полицию и их внутреннюю вот эту кубку, но как раз мы не хотим сломать вот эти стереотипы, то есть вот, с одной стороны, вроде бы, ну давайте обсудим опять, что же такое выбор 21 честный, ну, когда будут наблюдатели у нас, ну, когда нам законно улучшат, но в выборах участвует большое количество профессиональных каких-то там, разных других общественных групп, которые соприкасаются с ним, но соприкасаются там, ну, где-то чуть-чуть, где-то более сильно, например, сотрудники полиции, правильно было сказано, занимаются проверкой подписи. Вроде бы, про это никто не говорит, избирательная комиссия отказала, но на основании чего она отказала? Что вообще внутри происходит полиция, почему такие решения принимаются? Сотрудники полиции участвуют в наведении правопорядка на властных мероприятиях, в частности, тех, которые проходят за честные выборы. Соответственно, мы знаем примеры, когда некоторые сотрудники полиции отказываются совершать незаконные действия в отношении мирных граждан или ведут себя в соответствии с законом, представляют и так далее. То есть, это все та атмосфера, в которой должны проходить свободные выборы, в частности, когда сотрудники полиции честно и добросовестно выполняют свою работу. Но для того, чтобы нам понять, почему все так устроено, как оно устроено, у нас есть уникальная возможность пообщаться с теми, кто в эту проблему, в эту проблематику больше погружен. И таких сфер очень много. У нас, я не знаю, на прошлой секции там, священнослужители были. Вот, есть, да? Вот, да, вот, да. У них своя, как бы, работа с, можно быть, с избирателями, есть масса других групп. И куда? когда мы будем говорить о выборах, это все будет очень, как бы, ну, вот, широко, там, эти выборы будут пересекаться, пересекаться с другими, какими-то их повседневными делами. Мы должны в это погрузиться и понять, почему это происходит так. И не происходит что-то, что бы нам хотелось, чтобы оно происходило. Поэтому, эта дискуссия, она, да, она может вызывать удивление. там, ну, зачем нам об этом говорить? Ну, она нас наталкивает на то, о чем мы пишем в своих проекте, своем документах. Что каждый из групп может сделать в рамках своей традиционной активности, в рамках своей обычной действии, чтобы делать поступок, совершать не так, как вот сверху там указали, или там его каким-то образом принуждают, а по закону, по совести, правилу, как это должно быть. Тогда на том фронте, на той сфере, с которой он отвечает, маленькая эта часть, она будет свободной, она будет закупной. Хорошо, другая социальная группа, которая, если ты касается с выборами, там, немного там, социальными работниками, социальной службой, они нормально выполняют свою работу, соответственно, нет принуждения тех людей, которые находятся обеспечения, которым насильно вызывают на дольное голосование, это не факт, что вообще это все происходит свободно. Вот такие вопросы. Поэтому мне предложения, как бы шире посмотреть нашу проблематику, потому что мы каждый год говорим про наблюдения, каждый год говорим про то, что мы там в законе хотим что-то поменять, а вот попытаться выйти за пределы своего круга, посмотреть на другие сферы, на другие группы, вот задача нашей сегодняшней работы. Спасибо. Тогда, наверное, с вами мы обсудим как раз действия студенческого сообщества в ходе подготовки к выборам, что вообще можно сделать, потому что ваш журнал, да, этим летом достаточно сильно прославился, стал, наверное, самым известным студенческим СМИ, а может, одним из самых обсуждаемых новых СМИ, да, это журнал Докса, который рассказывает о проблемах в высшей школе экономики и уже теперь в других вузах, да, у вас появляется все больше статья других вузов. Вышка, опять же, в кампании этого года Мосгордума достаточно сильно так и умела, да, в связи с историей с Касамарой, с выступлением СОБР, да, которое не состоялось в высшей школе экономики с, по сути, разгромом департамента политического, вот, все это прошло, да, вот вы сейчас сталкиваетесь с каким-то давлением, да, после этого всего, потому что, ну, по сути, вы опубличили проблему. Да, но мы... ...